В феврале будущего года Россия презентует в комиссии ООН обновленную заявку на расширение морского дна арктического шельфа. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов. Пересмотренную заявку с просьбой включить в континентальный шельф в Арктике, хребет Ломоносова и другие богатые углеводородами образования Россия подала в ООН в начале августа этого года. Рассмотрение вопроса намечено на весну 2016-го. Однако, как ранее сообщал МИД России, Москва рассчитывала ускорить процесс и начать рассмотрение уже осенью этого года. Россия претендует на участок шельфа с 2001-го года. По прогнозу ученых, объем углеводородов в рассматриваемых областей оценивается в 4,9 млрд тонн условного топлива. Ранее российская заявка была отклонена по причине недостатка информации. В обновленном документе содержится информация о подводном пространстве площадью порядка 1,2 млн квадратных километров. Модель развития Северного морского пути будет представлена руководству страны в июле следующего года. Об этом глава Минвостокразвития Александр Галушка рассказал журналистам. По словам министра, ведомство до 1 июля разработает и направит руководству страны финансово-экономическую модель Севморпути. Он отметил, что на этом этапе в совместную проработку Северного морского пути могут подключиться китайские инвесторы. Для них Северный морской путь значительно экономичнее Суэцкого канала. Поэтому китайские партнеры заинтересованы в том, чтобы Севморпуть развивался и грузовая база росла. В российском ведомстве считают, что и транспортные коридоры из северо-востока Китая и развитие Северного морского пути являются практическими шагами по сопряжению Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути. Напомню, комплексный проект развития Северного морского пути был подписан в июне этого года. Премьер-министром Дмитрием Медведевым. Северный морской путь – главная морская коммуникация в российской Арктике. Основное преимущество этого судоходного маршрута в том, что он почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток. Генеральный директор Норильского никеля Владимир Потанин предложил президенту России Владимиру Путину создать государственную программу стимулирования предприятий, которые проводят работу по предотвращению экологического ущерба. На встрече с президентом России Владимир Потанин отметил, в настоящее время действует постановление правительства, стимулирующее компании, которые вкладываются в природоохранные мероприятия, то есть ликвидацию последствий выбросов и компенсацию ущерба. Однако, по словам главы Норникеля, нет стимулирующей программы для тех компаний, которые стремятся предотвратить экологический ущерб. Глава компании также подчеркнул, Норильский никель не будет сокращать инвестиционную программу, несмотря на слабую рыночную конъюнктуру. Норникель потратит на инвест-программу порядка 800 миллиардов рублей до 2020 года, в том числе около 300 миллиардов рублей на экологические проекты, добавил Владимир Потанин. Юрий Аршеневский доставил буровую установку для проекта «Ямал-СПГ». Меньше чем за два месяца теплоход прошел свыше 11 тысяч миль северными морями от Новосибирских островов через находку в Шанхай и обратно в порт Сабету. Уникальный рейс теплохода завершился 15 ноября. Альтернативой северному морскому пути по доставке груза из Шанхая в Сабету является маршрут через Суэцкий канал. Однако в силу расстояния это практически в два раза увеличило бы срок доставки оборудования, что для заказчика было крайне нежелательным. Мурманское пароходство, ориентируясь на пожелания клиента и профессионально оценивая риски, взяло на себя повышенные обязательства, выполнило коммерческую задачу, а успехом данного рейса на практике доказало – конкурентные преимущества, сев морпути традиционным морским линиям. Теплоход преодолел весь путь от начала до конца самостоятельно, без использования ледокольной проводки, чем в очередной раз доказал преимущество класса мурманских судов и моряков. Напомню, проект «Ямал-СПГ» предполагает освоение Южно-Тобейского газового месторождения и строительство завода мощностью 16,5 млн тонн сжиженного газа и 1 млн тонн газоконденсата в год. Планируется построить три очереди по 5,5 млн тонн СПГ в год с запуском первой из них в 2017 году. Сейчас он находится в стадии активного строительства. Заказ на разработку программы создания технологий и оборудования ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов и газового конденсата на шельфе Арктики размещен на официальном сайте «Газпрома». Согласно условиям закупки, создать программу необходимо, опираясь на перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Газпрома». Как отмечается в документах заказа, проект по созданию технологий и оборудования для ликвидации разливов углеводородов в ледовых условиях создается компанией впервые. В результате программа должна содержать перечень технологий по ликвидации разливов в ледовых условиях, описание необходимого оборудования, а также мероприятия по созданию этих технологий и оборудования. Все права на созданную учеными разработку перейдут к заказчику «Газпрому», который и получит патент на придуманные технологии. Исполнитель не имеет право как-либо использовать результаты труда в дальнейшем и даже разглашать или передавать третьим лицам какую-либо информацию о своем детище. Максимально за разработку программы в «Газпроме» готовы заплатить 23,379 млн. рублей. При этом большого экономического эффекта от проекта в компании не ждут. Он будет носить чисто управленческий характер, говорится в сообщении агентства. В Выборге заложен ледокол для новопортовского месторождения. Он сможет работать при 50-градусном морозе. Головной ледокол предназначается для компании «Газпромнефть» «Новый порт», сообщает пресс-служба предприятия. Согласно контракту, всего будет построено два судна такого типа. Ледоколы будут работать на арктическом терминале новопортовского месторождения, расположенном на западе Обской губы на полуострове Ямал. Основное предназначение судов – ледокольная проводка танкеров, помощь при проведении швартовных, погрузочных и спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения, участие в операциях по ликвидации разливов нефти. Извлекаемые запасы месторождения составляют свыше 230 млн. тонн нефти и 270 млрд. кубометров газа. Обсуждение возможностей и перспектив разработки арктического шельфа стало одной из главных тем, проходящей в Мурманской международной конференции «Освоение арктического шельфа шаг за шагом». В конференции принимает участие свыше 140 человек из разных стран мира. В Мурманской области уже фактически функционируют логистические базы снабжения, созданные компанией «Мегаспром» и «Роснефт». Поддержкой морских операций с этих баз обеспечивается добыча нефти из приразломного месторождения. Открыто новое месторождение нефти в Карском море. Произведено разведочное бурение на Долгинском месторождении. Компания «Новотек» притворяет в жизнь проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. В настоящее время там проводятся изыскательные работы, решаются основные технические вопросы. В 2014 году был дан старт проекту комплексного развития Мурманского транспортного узла. По мнению региональных властей, это даст дополнительный импульс развитию свободных площадей на западном берегу Кольского залива. В частности, к 2017 году будет построена и введена в эксплуатацию за счет средств федерального бюджета новая железнодорожная линия «Выходной Лавна» протяженностью 46 километров с восточного на западный берег Кольского залива. С космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом военного назначения. Наземные средства главного испытательного космического центра сейчас отслеживают полет ракеты-носителя. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Напомню, это четвертый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2015 году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск «Союза» с северного космодрома состоялся 23 июня. Кроме того, в 2015 году с Плесецка были запущены две ракеты «Рокот». Уралвагонзавод готов приступить к созданию опытного образца нового БТР для Арктики. Проект разрабатывается уже несколько лет на инициативной основе. И, безусловно, на нем заинтересованы не только Минобороны, но и те ведомства, которые выполняют работы в Арктике. На сегодняшний день уже существует прототип арктического БТР, подчеркнул замгендиректора завода. Работники предприятия готовы приступить к следующему этапу – созданию опытного образца и его испытаниям. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Дзержинского – российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин с железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие «Уралвагонзавод» расположен в Нижнем Тагиле Свердловской области. Все 100% акций корпорации принадлежат государству. Министерство природных ресурсов России намерено до конца 2016 года расширить сеть особо охраняемых природных территорий в Арктике. В частности, расширится территория нацпарка «Русская Арктика» за счет федерального заказника «Земля Франца Иосифа». Завершится создание федерального заказника на Новосибирских островах. Как отметил замгин директора департамента, таким образом усилится охрана земли Франца Иосифа с точки зрения закона, ведь территорию или акваторию нацпарка изъять невозможно. Также сегодня решается вопрос по созданию цельного парка на Кольском полуострове. Полуостров – это не самая дикая и незатронутая часть хозяйственными интересами части страны. Там имеются острые противоречия между идеей хозяйственного развития хибин и необходимостью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Обсуждение охраны северной природы станет одной из тем Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве» с 19 по 21 ноября.